Вы смотрите программу «Губерния» и вот главная тема выпуска. Во вторник мы рассказали, мать раненого солдата не может добиться положенных выплат. После нашего репортажа на следующий день проблема начала решаться. Как, расскажем совсем скоро. Спустя 20 лет Ивановская мэрия приступила к демонтажу аварийного дома на улице Герцена. С виду благое дело обернулась большим скандалом. Будем сейчас ждать участкового, составлять акт, и чтобы прекращали эти работы до выяснения всех обстоятельств. Для хозяев веткой недвижимости снос дома стал неприятным сюрпризом. Бывший ивановский политик-тяжеловес Андрей Мельников будет рулить культурой и отдыхом. Выпускница сельхозакадемии Евгения Самоделова работает овощеводом в растеневоческом хозяйстве Родина 3 года. Начинала на прежнем тепличном. Близкое, родное, скажем так, потянула сюда. Чем привлекает специалиста работа в агрокомплексе. Третий месяц квитанции в многоквартирном доме в московском микрорайоне разносит пенсионерка абсолютно бесплатно. Почтальоном она стала поневоле, когда пришла за своим квитком. Ей на почте говорят, что мы не выдадим ваш квиток, если вы не возьмете квитанции на весь дом и их не разнесете. Расскажем, где еще практикуют такие методы. Шоя рискует потерять потенциальный экспонат для музея деревянного зодчества. Это станок для перековки лошадей, как активисты местного краеведческого клуба пытаются его спасти. А также не пропустите. Кохомскому стрелку государство возместит моральный вред, нанесенный арестом и следственными действиями, на чем еще настаивает потерпевший. Застегнуты на месте, что жгли на 25-й линии так, что ароматы разносились по всей округе. Куча мала, массовое ДТП на улице Смирнова, депортация нелегалов и как вычислили педофила. Мы собрали небольшую хронику происшествий. Подробности смотрите в выпуске. Прямо сейчас об этих и других событиях подробнее в прямом эфире Алина Марычева. Здравствуйте. Еще двое наших земляков погибли в ходе специальной военной операции. В Ивановской области простили с Сергеем Козиным и Сергеем Сережиным. Сергей Анатольевич Козин проходил службу стрелком-сапером взвода штурмовой роты воинской части другого региона. В ходе специальной военной операции проявил храбрость и отвагу. Старший оператор роты БПЛА Сергей Михайлович Сережин служил на территории Ивановского гарнизона. Он представлен к награждению орденом мужества посмертно. Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования родным и близким героев. Во вторник мы рассказали про раненого участника спецоперации, которому с сентября не выплачивают деньги. Из-за бюрократических моментов уже в среду нам сообщили, проблема бойца решается, первая сумма должна прийти на этой неделе. Слово Дарьи Костиной. Это третий сюжет Барса про участника СВО по имени Роман. В середине октября мы рассказывали, как боец пропал без вести, а затем дал о себе знать из госпиталя Воронежа. Спустя месяц, во вторник, мы встретились с мамой солдата. Она сообщила, на смену радости пришли трудности. Еще 12 октября статус сына, без вести пропавшей, поменяли на раненый. Однако положенные выплаты еще с сентября ему не пришли. Женщина обращалась и в часть сына, она находится в Брянске, и в военную прокуратуру. Но вопрос не решался. Между тем, семья осталась совсем без средств. Он вот сейчас приехал у меня дома, тоже раненый очень хорошо, очень тяжелый раненый. У него семья, у него трое детей, мало-мало-меньшего, самому маленькому полтора годика, старше пять лет. Он единственный кормилец, грубо говоря, своей семьи. И сейчас вот такое вот положение у нас. О проблеме бойца мы сообщили в правительство области, предоставили его данные. Вечером в среду пришел ответ. К вопросу подключили в фонд защитники Отечества. Там ответили, в фонд ни солдат, ни его семья не обращались. О его ситуации не знали. Мы взяли этот вопрос в работу. И совместно с территориальными финансовыми органами Министерства обороны, военно-социальным центром вопрос проработан. Уже в ближайшее время он получит выплаты за октябрь месяц. Это за участие в боевых действиях. В системе Алушта его статус возвращен как в действующий. Также после введения всех реквизитов он получит на следующей неделе единовременные выплаты за ранения, которые также уже в Алушту введены. В фонде сообщили, помогут и с реабилитацией. Мама солдата подтвердила, лед тронулся. До пятницы семья ждет первую выплату. Дарья Костина, телекомпания «Барс». К другим темам. Александру Краснову, который известен как «Кохамский стрелок» государства, выплатит 2 миллиона рублей. Суд определил размер компенсации морального вреда за содержание кохамчанина в СИЗО и уголовное преследование, которое закончилось оправдательным приговором. В июне 2021 года Александру Краснову пришлось с оружием в руках защищать себя, семью, друзей, когда агрессивная толпа стала нападать на его дом. По итогу столкновения один из непрошенных гостей был застрелен. Краснова обвинили в убийстве. Общественный резонанс привлек внимание федеральных силовиков. Статью поменяли на превышение самообороны, однако в суде «Кохамский стрелок» был оправдан. К тому времени он провел в СИЗО 220 суток. Побывал в психиатрической клинике на обследовании, лежал в больнице из-за возникших проблем с сердцем. После оправдательного приговора Александр Краснов воспользовался правом на реабилитацию, подал два иска государства. Моральный вред за уголовное преследование, содержание в изоляторе он оценил в 3 миллиона 666 тысяч рублей. Суд в итоге снизил эту сумму до 2 миллионов. Истец пока не определился, будет ли обжаловать решение. Его второй иск еще не рассмотрен. Он касается возмещения затрат на адвоката, судебные расходы, а также компенсации потерь от простой бизнеса. Краснов до ареста зарабатывал деньги как дальнобойщик. Размер выплаты он оценил примерно в 2 миллиона рублей. Теперь немного хроники происшествий. Утром в среду в Иванове случилось редкое ДТП с участием сразу 10 машин. Одной из причин массового столкновения на улице Смирнова стали невнимательность автомобилистов и гололелица. По предварительной информации никто не пострадал. Пока версия такая. Водитель «Жигулей» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, задел форт, врезался в «Дастер», а потом по касательной зацепил еще один форт. Другие участники дорожного движения, чтобы избежать ДТП, стали тормозить, и это спровоцировало еще несколько столкновений. Полиция сейчас изучает все обстоятельства. Во вторник на перекрестке улиц Акулова 11-й Сосневская водитель «Лады», поворачивая налево, не пропустил трицикл. Им управлял 65-летний мужчина, он был госпитализирован. А в Шуев тот же день автомобилист бил двух пешеходов на улице Свердлова. Женщина с 8-летним мальчиком переходили дорогу по зебре, оба получили травму. В Октябрьском суде Иваново начали рассматривать уголовное дело о взятке. На скамье подсудимых бывший сотрудник ГАИ. Он нарушил закон за 20 тысяч рублей. Сейчас находится под сражей. Еще в одном судебном процессе в Пучиже на три года в колонию общего режима отправили жительницу Юревца. Суд посчитал доказанным обвинение в мошенничестве. 44-летний бухгалтер муниципального управления несколько лет начисляла зарплату мертвым душам. Деньги за несуществующих работников получали родственники-мошенницы на свои банковские карты, а потом обналичивали. Гражданка успела похитить около 3 миллионов рублей. Ивановские приставы сообщают о выдворении двух нелегальных мигрантов. Они сопроводили их до пункта пропуска через госграницу. 20-летний сириец приехал в Россию два года назад по учебной визе. Был отчислен, но домой не спешил и даже нашел работу. В свою очередь, 28-летний гражданин Узбекистана сразу приехал сюда на заработки. Собрал все необходимые документы, устроился на предприятие, а потом перестал вносить платежи за патент. Обоих суд приговорил к выплате штрафа от 3 до 3,5 тысяч рублей и принудительному выдворению. Работа кенишемских приставов помогла раскрыть тяжкое преступление. Они выявили педофила. 34-летний мужчина злостно уклонялся от уплаты алиментов. Задолжал сыну более 200 тысяч рублей. Пристава возбудили уголовное дело и взяли биологический материал у должника для занесения в федеральную базу данных. Тогда по ДНК и выяснилось, что он совершил сексуальное преступление в отношении 7-летней девочки. Подозреваемый задержан. Бывший известный политик Андрей Мельников вступил в новую должность. Он возглавил парк имени Степанова. Андрей Мельников в Ивановской политике с конца 90-х был депутатом, мэром Кохма и вице-мэром Иванова. Работая чиновником в администрации областного центра, попал в скандал. В 2015 году на улице Сака строили многоэтажку. Некоторые жители соседних домов были недовольны. Это съемки барса с сентября 2015 года. Замглавы администрации Мельников пришел на встречу с протестующими и в целом услышал доводы и разделил их точку зрения. Но вдруг к чиновнику подбежал молодой человек в купюшоне и плеснул в лицо молоко. В сентябре же Андрей Мельников письменно сообщил застройщику о пристановлении действия разрешения на строительство. Он считал, что проект дома на Сака не прошел полной экспертизы. Между тем, прокурорская проверка показала, что все необходимые документы застройщик предоставил. А в отношении Андрея Мельникова возбудили уголовное дело за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Дело дошло до суда. Там стороны примирились. Но ранее чиновник оставил свой пост в администрации Иванова и все эти годы не был замечен в публичном поле. Ивановская мэрия приступила к сносу одного из аварийных домов с печным отоплением на улице Герцена. С виду благо дела обернулось скандалом. Демонтировать ветхое двухэтажное здание чиновники решили без шума и уведомления собственников. Владельцам недвижимости пришлось вызвать полицию. На месте происшествия побывала и наша съемочная группа. Все-таки сюрприза со стороны Ивановской администрации не получилось. О предстоящем сносе своей недвижимости на улице Герцена собственники узнали случайно. Владельцам пустующих квартир позвонили соседи. Тревогу забили тогда, когда подрядчик приступил к демонтажу здания. Нас администрация не предупредила, никаких звонков не поступало, то, что дом сносят. И нам не предоставлено ни жилье, ни денежная компенсация, никаких аргументов в наш адрес не поступало и незаконно сносят наш дом. Удалось выяснить, что инициатором подрядных работ выступило городское управление жилищно-коммунального хозяйства. Тендер на сайте закупок был размещен еще в конце октября. Контракт на снос постройки власти оценили в 602 тысячи рублей. Постоянно приходится бегать и доказывать, что здесь я не проживаю, дом не подключен к коммуникациям, отключен от всех коммуникаций. Долгое время городская администрация не могла определиться, что делать с аварийными домами и близнецами на рабочем поселке. Еще в 2004 году жильцам пообещали, что их выселят и предоставят новые квартиры. Однако люди в одном из них проживают и сейчас. Ходили летом на прием к Жугину с этим вопросом. Он мне дал ответ, что наши права были нарушены администрацией, что нас вычеркнули из программы ветхое жилье. И потом ни в одну программу не включили. Или уже потом, намного позднее, мы подали на аварийность. Напомним, оба здания в свое время были переданы по инвестсоглашению крупной строительной компании. Именно инвестор, как заявляли власти, должен был решить вопрос с расселением жильцов. За свой счет снести опасные постройки и построить здесь новое жилье. Возможно, по этой причине аварийные дома на Герцена тогда не попали в новую программу переселения. Собственники ветхих квартир в надежде на новоселье охотно подписывали свое согласие на застройку. В настоящее время обманутые ивановцы остались у разбитого корыта. Дан был ответ, что нам ждать расселение в 27-м году. Причем дом 21 был признан аварийным раньше, чем дом 19. И на каком основании сейчас сносят вообще этот дом, если бы не была произведена ни оценка этого жилья, ни каких-то документов у жителей и собственников этого дома нет. В Ивановской администрации нас заверили. Решение по демонтажу аварийного дома принимала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Строительная конструкция представляла серьезную угрозу обрушения или возгорания. О предстоящем сносе чужих квадратных метров собственников возможно не оповестили. Однако статус аварийного многоквартирного жилого дома пообещали сохранить за оставшимся фундаментом. На сроки расселения владельцев фантомной недвижимости чиновничья оплошность якобы никак не повлияет. Владимир Еремин, Владимир Хмелев, телекомпания Барс. Жители курортной улицы Кохма негодуют. В нашу редакцию они пожаловали с территорию их домов заваленным мусором, который летит с контейнерной площадки. Вокруг нее горы веток, тряпок строительного мусора и многого другого. Кохомчане решили обратиться к местным властям с просьбой привести площадку в надлежащее состояние либо же установить защитное ограждение. Последний вариант в мэрии сразу отвергли, так как это несет финансовые затраты со стороны управляющей организации. И органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность коммерческих структур. Однако все же управленцам, в чем обслуживание находится эта контейнерная площадка, чиновники повторно указали на необходимость убрать мусор. Кохомские власти также предупредили, что в связи со срывами в графике вывоза отходов рекоператорам у баков могут скапливаться навалы. Дым и запах гари. Такую картину с начала этой недели наблюдают ивановцы на 25-й линии. И мало того, что видят, так еще и чувствуют. На всю округу стоит токсичный запах гари. Один из сотрудников поделился, горит предположительно пенопласт. Известно, что жгут мусор рабочий нижегородского филиала предприятия «Генерал Мороз». Компания занимается продажей продуктов глубокой заморозки, и мороженого собственного производства. Чтобы прояснить ситуацию, мы пообщались с директором филиала. Он рассказал, с рабочими уже проведена беседа. Вот как он прокомментировал инцидент. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Вот о чем расскажем после нее. выпускница сельхозакадемии Евгения Самоделова работает овощеводом в растеневодческом хозяйстве Родина три года. Начинала на прежнем тепличном. Близкое, родное, скажем так, потянуло сюда. Чем привлекает специалиста работа в агрокомплексе. Шуи рискует потерять потенциальный экспонат для музея деревянного зодчества от остановки перековки лошадей, как активисты местного краеведческого клуба пытаются его спасти. Поцарапали машину, сломали лавочку, украли имущество. Позаботиться о безопасности поможет система видеонаблюдения от Интеркомтел 939393. Это программа Губерния. Мы продолжаем выпуск. Растеневодческое хозяйство Родина начинает сезон в сентябре. Сегодня она уже работает на полную мощность. Собирают, к примеру, более двух тонн томатов в неделю. Три года здесь работает молодой специалист, овощевод Евгения Самоделова. В области для привлечения студентов и молодых специалистов на работу действует ряд мер государственной поддержки. О них расскажет Ирина Афонина. Здесь, в теплице на площади в 1400 гектаров выращивают два сорта томатов черри и сливку. Инновационный проект «Рассеневодческое хозяйство Родина» начало реализовывать в 2015 году. Создали свето- и теплоизолированный тепличный комплекс на основе применения искусственного освещения. Все цеха, а их 10, оснащены растворными узлами LED-подсветкой. Посев выращивания рассады начинается в сентябре. Сегодня производство овощей и зеленых культур работает на полную мощность. Собранный урожай дозревает в ящиках, а затем отправляется в магазины. Евгения Самоделова опускает растения вниз до нужного уровня. Легче ухаживать, собирать, поясняет девушка. В 2014 году я закончила Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию. Начинала я свой трудовой путь в совхозе Тепличной. В том еще? В том еще. Я еще успела, да. Была в декрете, работала также в Дендрарии сельскохозяйственной академии два года и потом пришла сюда. Евгению в Тепличной потянуло, говорит. Но работа на высокотехнологичном производстве отличается от той, что была на прежнем предприятии. Здесь, в томатном цехе, под ее руководством работают еще четыре человека. Для молодых специалистов, которые впервые устраиваются на работу к сельхозтоваропроизводителю, возрастом до 35 лет предусмотрена социальная мера поддержки, это единовременные выплаты. В текущем году они у нас составляют 125 тысяч рублей. Материальная поддержка молодым аграриям выплачивается уже 7 лет. По инициативе главы региона единовременные выплаты индексируются ежегодно. Начинали с 25 тысяч, сегодня 125. На будущий год подъемные специалистам, которые имеют высшее и среднепрофессиональное образование, планируют увеличить до 140 тысяч. Я знала о выплате специалистам единовременной и решила оформить ее, воспользоваться ее. Очень рада, что есть такая возможность. Предусмотрена субсидия сельхозтоваропроизводителям. Когда студент приходит на практику, он может выразить желание и поработать. Ему выплачивают заработную плату и оплачивают проживание. Предприятие компенсирует 90% затрат. Комплекс таких мер способствует привлечению молодых специалистов для работы в сельской местности и в сельхозорганизациях. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания БАРС. Три месяца жители многоквартирного дома в московском микрорайоне Иваново вовремя получали квитанции за электричество. Однако, когда узнали, что разносят их не почтальон, а пожилая соседка, были очень возмущены. Оказалось, что пенсионерка это делает совершенно бесплатно. Почтальоном она стала поневоле, так как ее запугали. Где еще применяют такую практику? Расскажем далее. Московский микрорайон Дом-12 здесь проживает Валентина. Рассказывает, однажды увидела, как квитки за электроэнергию в почтовой ящике раскладывает пожилая женщина лет 80. Чутье подсказала, это не почтальон. Заговорив с ней, Валентина выяснила, пенсионерка бесплатно разносит квитанции уже с августа. Многоташка относится к 48-му почтовому отделению, что находится на улице генерала Хлебникова. Это полтора километра. Пункт не близкий, особенно для пожилого человека. Но договор между 48-м отделением в нашем почтовой связи и энергосбытом заключен. А квитанции разносить некому. Что делает наша почта? Приходят пенсионеры за своим квитком. Потому что это у нас, у молодых есть электронная оплата, а пенсионеры же не все пользуются электронными услугами. То есть приходит пенсионер самостоятельно в отделение почты за своим квитком, за своим, подчеркиваю. А ей на почте говорят, что мы не выдадим ваш квиток, если вы не возьмете квитанции на весь дом и их не разнесете. Боясь про срочки и пени пенсионерка согласилась. Встретиться с ней лично нам не удалось. У женщины есть частный дом, расположенный далеко от московского микрорайона. В нем она живет до начала зимы, а потом перебирается в квартиру. И вот ежемесячно она приезжает на почту и разносит кипу квитков. Разносить квитанции пенсионерку попросили или обязали в каждую из подъездов. Их здесь пять. Точно такая же ситуация по словам жильцов в 15-м доме московского микрорайона. Только там в квитке разносит пожилой мужчина. Жильцы неоднократно оставляли претензии на почту России, но ответа так и не получили. На почте жильцам такие меры объясняют просто. Почтальон уволили из-за мизерных зарплат. По нашей информации подобные методы практикуют и в пятиэтажках на улице Кирякинах. Однако там жильцам пока просто предлагают разнести чужие квитки. Они обязывают. А это кадры 32-го отделения почты. Ивановцы жалуются. Второй месяц им не приносят платежки за газ, свет и тепло из-за отсутствия почтальонов. Жителям приходится самостоятельно ходить на почту и искать свою квитанцию в коробках с сотнями платежек. Никто не приносит нам никакие ни почтовую корреспонденцию, ни вот сейчас, наверное, налоговые уведомления людям должны приходить. Были уже никому ничего. То есть почта совершенно у нас не работает. То есть сами приходят ходить? Да, да. И там какая-то кипа этих квитанций? Все просто, все просто, да, все свалено в кучу на столах. То есть люди должны самостоятельно искать свои квитанции. Но опять подчеркну, им не дают лично, им говорят, берите на весь дом. Так не должно быть. Не должны пенсионеры бесплатно разносить чужие платежки, рассуждает Валентина. На себя такую ответственность точно бы не взяла. Мы направили обращение в пресс-службу Почты России. Продолжим историю, как только получим ответ. Алина Марычева, Денис Железов, телекомпания, Барс. Шоя рискует потерять потенциальный экспонат для музея деревянного зодчества. Это станок для перековки лошадей. Активисты местного кровеческого клуба пытались его спасти. Однако недавно перекладины завалили землей рабочие, копавшие рядом канаву. О судьбе станка расскажет Марина Зенина. Станок для перековки лошадей местные активисты обнаружили в 2020 году. Тогда в Шуе проводили реконструкцию площади революции. И часть земли, принадлежащей предельной фабрике, передали городу. Время было непростое. Ковид. Дела до такой маленькой части истории никому не было. Этой осенью активисты земского клуба связались с руководством предприятия. Вот так до ноября протянули, нам не могли дать ответ свое согласие на то, что мы провели здесь субботник. Мы договорились устно с представителями этой фабрики. Вместе с мусором мы могли бы вывести и этот хлам, который не представляет для них никакой ценности. А для нас, как городозащитников, это культурное достояние, наше наследие, которое можно спасти. У стены копилась вода, были проблемы с коммуникациями. 12 ноября рядом со станком начали земляные работы. Во время перекопки траншеи землю закинули прямо на станок. Он никакой ценности не представляет. Такое можно найти, так и есть во многих городах. Просто пока вот этого не случилось, его можно было легко без больших затрат, буквально за несколько тысяч рублей привезти в нормальный вид, вычистить вокруг площадку и сделать туристическое место. А сейчас это стало делом принципа. Активисты держат связь с рабочими. Как только коммуникации восстановят, они планируют забрать станок. Этой маленькой частью истории уже заинтересовались представители музея из Павловского посада. Там есть интерактивная программа под названием «Путешествие в прошлое». Однако Шуя не планирует оставить станок на его малой родине. Активисты хотят перевезти станок в мастерскую Леонида Шипина. Там занимаются иконостасами, работают с деревом. Мастера готовы восстановить и этот станок. В дальнейшем есть идея установить его у памятника мерные весы в Шуе. Марина Зейна, Владимир Хмельев, телекомпания БАРС. Теперь расскажем о погоде на ближайшие сутки. Клиника в регионе нас ждет пасмурная погода осадки. Температура воздуха днем 4,6 градуса выше 0. Ветер йога-восточный 7,9 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы составит 735 миллиметров ртутного столба. Улажность воздуха 84%. По прогнозам синоптиков в ближайшие пару дней в область придет небольшое похолодание. Временами кратковременной осадки. Важное! 24 ноября день распродаж в текстильном центре Рио. Все товары в розницу по оптовым ценам. Приглашаем за выгодными покупками. 24 ноября день распродаж в Рио. Сразу после новостей объявление в городской хронике. Если у вас есть темы для репортажа, интересное видео или замечания, пишите нам на сайте Иванова Ньюс в разделе «Контакты» в группы Барса ВКонтакте или Одноклассниках. Также обращайтесь в мессенджеры в Телеграм, Вабер, Ватсап по номеру, который видите на экране. Я с вами прощаюсь. Удачи и хорошего настроения. Видеоплатформа Ютуб по России замедляется. Барс продолжает работать. Вы можете смотреть все передачи и репортажи на нашем сайте Иванова Ньюс. А также все новости Кубернии и самые интересные видео мы выкладываем в соцсетях. Выбирайте удобный формат. Подписывайтесь на Барс ВКонтакте, Одноклассниках, Дзене или смотрите нас на Рутюбе. Барс всегда рядом. Редактор субтитров А.Семкин